Что ж, маменька, я о чем плохо? Я для дому. Я ведь знаю, про кого ты говоришь. Да ведь уж как не знать. Ведь уж одна. А вот сейчас пришел, бросилась к двери. Говорит, это вы? Бросилась? Тише ты. Только не тебя она ждала, не брата ее. Невозможно, маменька, помилуйте. Ну смотри, а похоже сделал-то. Меня, маменька, меня. Вот теперь в смелости. До времени узнают, чтобы в самый раз всю душу свою открыть. Действовать? Действовать. А как, маменька, карта? Что они говорят? Путанница какая-то, не разберусь. Вон, кажется, купчиха домой собирается. Пойти велеть ей посвятить. Вы уже должны в это время стоять за кулисами. Сильно торопишься, Оля, в плане походки, потому что тебе все-таки лет около шестидесяти. А ты, да, просто за стол садишься. Еще раз. Поехали. Выходим? Коля, повернись к зрителям лицом, а не попой. Ужинать не прикаживаете? Нет, ну ты как, ты ее спрашиваешь, да? Ужинаете, коли хотите. Я ужинать не буду. Людмилочка, я нынче долго просижу. Ты спи, меня не дожидайся. Я сама хочу нынче посидеть подольше, поработать. Вы сейчас будете ужинать. Никого ждать не будете? Да надо бы подождать. Ну так я с вами послушаю. Так, у меня она туда пройдет. А я куда? А ты можешь документы пока что-то там перебирать, собирать? А может, по-моему, пока нет. Давай я к столу подойду. Да-да-да-да-да. Можете спускать? Да, сливы, как я торчу. Юлия, в дырнике, ой, у вас будет финансовое дело. Скажи последний раз. Да, ну так я сами послушаю. Нет ли уж и медиа, фу. Нет ли уж и детстве имени, я подфильм. Погоди, будет ли тебе дело. Не дослушала, еще раз. Нет ли уж и детстве имени, я подфильм за компанией. Погоди, будет ли тебе дело. Людмила. У меня опять дела. Портуна улыбается. Повезло. Повалило счастье. Повалило. Как я рада за тебя, мама. За меня. Мне уж, Людмила, ничего не нужно. Я для тебя живу, дитя мое. Для одной тебя. А я для тебя, мама. Полно. Бог да. Будет у нас удовольствие. В нашем ремеслее. Коля посчастлее. Чем более заняться в это время, а? Да я думаю, чем более заняться в это время. Всегда карты. Всегда карты? Да. Вот она даже судьми разговаривала, тоже карты там раскладывала. Ну вот я тоже, у меня сначала была первая мысль, это карты, а потом сейчас вот почему-то пришла мысль про книгу, может. Ну хотя книга тут не увязочка. Вязание можно, да, вязание. Мне кажется, она еще может по хозяйству идет, если он горел там. А я представляю, такая, что ты танцев принесла? Нет, это сильно будет отвлекать. Она вышивает, что ли? Юля-то вышивает. Оля, у тебя какие мысли, пожелания есть? У меня мысли вообще, мне кажется, я тут вообще не важна. Мне кажется, вы встать должны. Вам не кажется, что вы должны встать? Я на моей маме. Нет, очень даже неплохо сейчас вы расположены на сцене, я вам хочу сказать. Нет, вы не важно, я буду вязать карту с вами. Ты дружище, наверное, время раскладываешься. Ну, ты что, на балл-стареннику пытайся не привык. Ногой относится. В общем, баба на все руки. Поехали со слов. Нет уж ли Ельца и мне, Лидия Порфирьевна, за компанию? Нет ли уж Ельца и мне Лидия Порфирьевна за компанию? Погоди, будет и тебе дело. Людмила, у меня дела. Опять дела. Повалила. Партуна улыбается. Повезло. Повалила. Счастье повалило. Как я рада за тебя, мама. Повезло. Повезло. Куда убежала? За меня нету. Да, да, да. Людмила, еще раз. Как я рада за тебя, мама. Как я рада за тебя, мама. Вот что значит не репетировать сцену вообще. За меня? Мне уж, Людмила, ничего не нужно. Я для тебя живу, дитя моё. Для одной тебя. А я для тебя, мама. Полно. Бог даст. Будет у нас довольство. В нашем ремесле, коли посчастливится, скоро богатеют. Вот поживешь и для тебя. Да как поживешь-то? Я не умею жить для тебя. Там только и счастье, когда живешь для других. А это я вот им говорю или вот сюда? Нет, ты не говоришь. Ты маме говоришь? Там только и счастье, когда живешь для других. Ты же с мамой разговариваешь. Не говори так, дитя моё. Не принижай себя. Ты меня огорчаешь. Я знаю свою вину. Я загубила твою молодость. Ну вот я же и поправить хочу свою вину. Не обижай, мать. Не отказывайся наперёд от счастья, которого она тебе желает. Ну прощай. Подходишь, целуешь, да. Ну прощай. Ангел хранитель над тобой. И уходишь в свою комнату. Вот что видеть-то приятно. А у меня стоять. Маменька, я-то? Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель? Так-то-то так. Да ждать-то от тебя много нечего. А вот брат и с умом. Да уж и не говори лучше. Замучил мать. Мать и с ним точно с калечищем каким. Ага, Юля, можешь вышивать хорошо. Ну, стучи. Недолго дожидались. Пойти велеть, пустить, до ворота заплеть. Ну, теперь иначе. Понятно. А куда мне еще? Ну, теперь иначе. Людмила Керасимовна, вы как обратно понимаете? Я не знаю совсем. Однако по его поступкам. Похотни. Против маменьки. Что ж он против нее сделал? А в трактире сидит. Может быть, он там весел? Мало что весело. Это как бы я пошел. Что ж вы не идете? Нет, я не таких правил. Для меня дома лучше. Полнофи. Что здесь хорошего? Ну, аж про нас нечего и говорить. А мужчины-то, особенно молодому. Да, он всегда чувствует. А вы что же? Что зацепите? Да я-то, я... Иди что ли, я жду. А, нет, это рано. Да? Простите. Помешали. Можно спросить мне, вот сейчас с чем? Так у тебя сценария в руке не будет. Что с вами? Да вот чад это мое. Что такое? Вот, прислал с мальчиком из трактира. Можно прочитать? Прочитать. Да, берешь бумагу, ага. Маменька, не ждите меня, я заиграла. Тормидон, ты рядом тусуешься. Со мной не приятно что-то. Я проигрываю. Я связался играть с игроком, который гораздо сильнее меня. Он, как кажется, порядочный человек, ему нужно отдать деньги. У меня денег нет. Поэтому я не могу прекратить игры и все больше затягиваюсь. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, то пришлите здесь послужить рублей. Как бы вы знали, как я страдаю за... Вот, приключи. Пойдешь из дома, так бери с собой, не оставляй. У меня встали документы, а я здесь никому не верю. Здесь Людмилович, сторона голодная. Народ живет изо дня в день, что урвет, тем и сыт. Утопающий, говорят, хватает на соломы, на голодающий, за то, что плохо лежит. Здесь все украдут и все пропадут. И все продадут. А ловкие люди этим пользуются. Нужно подкупить человека на подлог, на преступление. Нужно купить девичью честь. Иди сюда, купишь. И недорого купишь. Когда ты увидишь, что сюда зайдет или заедет человек богатый, хорошо одетый, так знай, что он не за добрым делом зашел. Он ищет продажной чести или словески. А вчера в текущих отрижал богатый. Так ведь это чудо. Я сначала-то подумала, что либо ей фальшивное духовное завещание нужно, либо оградить кредиторов, сбирая. Так за добрым советом приехала. Ко мне являлись какие-то господа. Немало я их гоняла от себя. А живи я в центре Москвы. Разве бы ты умели показаться в таких предложениях? Помнишь, Людмила, что рядом с нуждой всегда живет порог. Это страшнее. Нужде многое нужно простить. Ими, как он не так строго сумит. А когда твое украдут, чтобы практикнуть две гаммы, промотать в буйной компании, вот когда обидно. Вот, гляди, ему нужны деньги. Очень нужны. Пропить по гребке. Проиграть на бильярде в трактире. Мама, она слышит. Пусть слышит, я правду говорю, сбежать бы нам из этого дома. А куда? Дешевые квартиры все такие, либо за перегородкой мастеровые, которые уж совсем никогда не говорят по-человечески, а только ругаются с утра до ночи. Либо у хозяйки муж, сын или пьян. И ты, ангельская душа, должна жить под одной крышей с таким господином. Только видеть-то его для порядочной девушки уж есть оскорбление. Мама, спасибо. Что за церемонии с этим народом? Как его не бояться? Он неделю гроша не вырабатывает, а каждый-то вечер сидеть в каком-нибудь Кенигсберге или Андреанаполе нужны средства. Береги пуще всего документы. Да и деньги добирай крепче. Кстати о деньгах, дай-ка ты мне на расходы. У меня не деньги. Куда ж ты их делаешь? Что, что направлено? Еще раз. Кстати о деньгах, дай-ка ты мне на расходы. Кстати о деньгах, дай-ка ты мне на расходы. Мне не деньги. Куда ж ты их делаешь? Что за смех? Ничего не бывает. Кстати о деньгах, дай-ка ты мне на расходы. У меня не деньги. Куда ж ты их делаешь? Истратил. Что ты смотришь на меня? Что за инфидиция, мама? Если хочешь, расскажите мне, что дай-ка. Нет, нет, не надо, я знаю. Я что в глазах-то своих ищу? Для себя это истратила, бедненькая. На свои нужды, на свое необходимое. Или опять на волосло для меня, негодный старуха. Вижу теперь, вижу. Ждать буду, Гадмилочка. Ждать не умела ты скрыть. А денег я теперь купчихи возьму. Не беспокойся, прощай. Прощай, мама. Милая, Милая. Как нам неудобно встретиться. Дождись, что я. Шаплова. Милая, когда ты спрашиваешь свой ум, как я селивала на меня тебя. Какое бы это счастье было для меня. Да вот полюбуйтесь. Каково матери смотреть-то? Ах, беспутная голова. Ах, что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, маменька, особенно, когда вы бронитесь из тысячи, жена. Ах, ты непутевый. С чего это ты выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги? Деби бы на дело. А что же ты такая? Знаете, пословица. Проиграл, не украл. Диагеток сам дома. Покорно вас благодарю. Он продолжит. И не подходи. Ну-ка, погодно. Долго это будет продолжаться. Скажи ты нам, милый. Что это? Гульба твоя. А правда не знаю. До первого дела, я думаю. Не отговаривайся. Что бога-то гневить? Были у тебя дела, и теперь есть. Нет, это не дела. А что же это такое по-твоему? Денишки. Ну вот, извольте с ним разговаривать. Когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул. Много ли домой принес? Мне кормить вас нужно. Об этом говорить не нужно. Я прошу. Ну, пожалуй. Ну, как вам угодно. А ведь жалко. Мы не миллиончики. Мы не миллиончики. Постольку заразка проматывай. Батюшки, что-то на кухне зашипело. Бежать скорее. Бежать мы туда. Там же кухня. Позвольте мне полюбопытствовать. Какой статик вы мешали маме говорить один да. И каким-то чудом она вас послушалась. Я просила ее просто селька. Ей нужно было говорить на деньги. А, что уже? Ей нужно было пожалеть вас самим. То есть как пожалеть? Пожалеть, что вы тратите свое здоровье и тратите вас беречь ее. А вы бы стали поддакивать, конечно. Да. Но я бы стала умолять вас потом. Умолять? Это слишком много чести для меня. Я бы стала умолять вас отца изданного общества. Не тратить даром своих способностей. И прочее, прочее, знаю. Вы видите себя, как исследуют чувствительные барышни. Чувствительные сердца всегда решаются на свое тело резку пистолетами. И где их не спрашивают? Но маменька... Деньги можно приобрести, но расстроены и сторонними. Я бы захотел. Безподобно. Но маменька, она чувствительнее себя отвечает, и я кажется, все так же. Для нее дороже всего деньги. Для меня нет больше преступления, так и стратить лишние деньги. Я уже молчала. Я ждал курию, заранее запаса терпения на двое суток. И вдруг вместо обычной отца и бот, пьяница, растащил дом. Я слышу мораль в посторонних, которым для меня дела нет. Чудеса не видно. Угу. Не, ничего. Разговаривайте, если вам уходит удовольствие. Для меня всегда больше удовольствия говорится. То есть получать меня? Понятно. А с чего же не получите? Так дешево стоит. Не будьте несправедливы. Не обижайте меня. Я не обиду за столь желатра. А благодарность? Разумеется. Как же мне не благодарить вас? Вы учите меня, не имея на то никакого права. Вы считаете меня дураком, потому что сообщаете мне за новость такие истинные, какие десятилетние мальчиши знают. Ни кто, Николай Анатольевич. Ни кто. Я только прошу, все это повторяю. Просите? И вообще? А. Вы же не знаете ни моей жизни, ни моего характера, ни положения, в котором я нахожусь. Маменькая, простая женщина. А и так поступила лучше. Она знала, что мне нужны деньги. А не все это ей пристала мне. Я вам пристала, дурак. Понимаю. Вы? Я не хотела сказать. Нам сами не пристали. Вы пристали деньги? Что такое? Зачем вы это сделали? Кто вас спросил? Нанинка? Она заняла вас, обещала вам вернуть? Нет. Как же случилось? Я прочитала ваше письмо. Я живо представила ваше положение. Тут мне откуда было думать. Нужно было торопиться. Разумеется, если вам нет денег, я вам дам теперь возможность. Но позвольте вам заметить, что вы поступили неосторожно. Но вы как? Вы меня не знаете, я могу и не заплатить вам. А вы не так богаты, что вы бросаете на 50 рублей. Я об этом не думала. Я думала только о том, что вам необходимо нужны деньги. Позвольте вам удивляться. Почему вы так удивляетесь, Николай? Мы живем в одном доме. Я почти никого, кроме вас, не вижу. Вы меня здесь столько достойно. Вы меня любите. Боже мой. Еще раз. Но сцене все равно будет пропускаться, поэтому адаптируйся. Зачем? Зачем? По крайней мере, я себя не думаю. Я кажется, он не давал мне никакого повода. Нет. Подожди. Помните? С месяц тому назад. Вот здесь, у этого окна. Вы поцеловали мою руку. А вот как он мне задом говорит? Да. Ты же идешь, рассказываешь. Когда идти до окна, подожди. Сделай паузу. Нет. Подожди. Подожди. Нет. Помните? С месяц тому назад. Вот здесь, у этого окна. Вы поцеловали мою руку и сказали, что вы умерли от счастья. Если вас такого полюбила такая женщина, как я. Но ведь это фраза. Это та же шутка. А зачем вы тогда же не сказали, что шутите? Вы бы спасли меня от страданий. А слезы на глазах. Ведь если слезы неправда, так притворца, обмануешь не шутка. Какое надобное ведь сердце, чтобы шутить на такой девушке, как я. Простите, мне это не шутил. Я прожила свою молодость без любви. С одной только потребности любви. И вот и со скромной. Никому не навязываюсь. Я, может быть, с болью сердца отказалась даже от мечты быть любимой. А ведь я женщина. Любовь для меня все. А что собачья рысю к ней побежит? А то очень ей нужно самой ехать. Да ведь я не знаю. Кому ж быть так от нее? Посмотрите. Окно там. Посмотрите. Да, ты правильно пошла. Ты Саша. Что за чудо? А ведь она? Видно, дело какое спешное. Только не спиной к зрителям стоишь. Ты дома нет. Ах ты, алистократ. Видно, дело-то не тяга. Видно, у нее получше. А ты уйдешь, да? Ну, ты можешь просто Свету говорить или ему говорить. Он же уходит, да? Видно, у нее получше тебя есть. Бежать, встретить. А я же в этот момент делаю. А ты садишься за стол, работаешь, бумажки перебираешь. Телефон мешает. Телефонов не было в то время. Какими судьбами? Матушка, благодетельница. Кому молиться-то прикажешь? А это кто у тебя? Сынок, матушка. Вы тоже адвокат? Нет, Седок. Где же ему? Он по домашней части. Что ты тут получишь? Душа моя, пелестата Антоновна, поскорей. Да что поскорей-то? Чаю прикажете? Ну, вот чай, а ты мне карточки. Мига, матушка, карты всегда для меня, как солдат с ружьем. Ну, как мне это быть? Так и я с ними. По какой части? По омуде, что ли? Да-да, поскорей. Трифового короля-то класс все того же. Да, все того же, трифового. Только выказать ему гладкой глаза. Вот тебе, бичику. Матушка, вонтаж. Да какой вонтаж? В другую неделю глаз не кажется. И замучилась, не терпела. К тебе, к тебе бросилась. Придет. Да ты погляди хорошенько. Займись этим делом, займись. Это какая дама-то тут? Причем она тут? Вот за нее глаза и выколоть. Не греши. Она в стороне. Видишь, он от нее отвернулся. Да, верно ли? Гляди, сама, коль не веришь. Что меня обижаешь? Я тебе не угадывала. Как бывало, скажу, жди. Ну, так и есть. Вечеру тут, как тут. И ты с радостью. Ну, верю. Разложи-ка еще. Я была и забыла уже совсем. Теперь на даму? Да, на меня. Дело, что ли, какое? Да ты гляди. Вижу, дело денежное. Ты смотри хорошенько. Платить мне или нет? Пожалуйста, что и заплатишь. По видимости так выходит. Ах, не хочется. Время так зиме. Какие у меня зимой расходы? Сама знаешь. Опера, вечера. Новости из-за границы получат скоро. Они перчатки разорят. Ну, да уж что говорить. Ах, не хочется платить. Или мне добрые люди занимают. А ты плати. Очень весело платить. Мне самой деньги нужны. Вот шляпка. Что не особенного. А с меня на нее взяли. Что и не выговоришь. Хорошо? Хорошо, но все хорошо. А на волка хоть и лучше надеть. Все волк будет. Да ты должна что ли? Разумеется, должна. Когда же я не должна бываю. Кому? Купчихи до родного. Я у дяди ее занимала. А ей по наследству досталось. Тот был человек учтивый. Подождал бы. А это баба серая. Льготы не дает. Срок вышел. Так я заезжала к ней сегодня. Стоп, документ переписать. Вы, говорит мне, сударыня, ничего не должны. А ваше заемное письмо Стряпчий передал. Маргаритовой. Не извольте считаться. Видимое дело. Что взыскать хочет. Маргарита Варина. Так ведь она у меня живет. В этих комнатах. Какова она? Ты филот. Не уступит. Ей зерна макролова. А чтоб ей на сделочку пойти. Мить не свои деньги. Взяла бы с меня половину. А я бы дать ей тысячу летала. И заикнуться не дам. Честность-то уж больно не кстати. А дамела это. А велика-то половина. Шесть тысяч. Ишь ты. Кажется, так бы в руки подошли. Украла бы документ для тебя. Укради, голубушка. Смерть не хочется платить. Украдешь у нее. Она за семь замков запирает. Вот тут и живет. Еще дочка у нее барышной тонкой. При всем при том, кажется, с Николаемом вечером. Да ты говори прямо. Любовь ты, что ли, на его? Нет, матушка, что ты. Девушка она скромная. А что влюблена, как кошка. Так это уж правда. Ну и то хорошо. Мне отличная мысль в голову пришла. Пожалуй, мое дело и поправится. А он дома? Не берел было сказывать. Занят. Какое занятие. Прогулял всю ночь. Отдыхая. Не нуждается ли в деньгах? Я бы с удовольствием. Нельзя ли его видеть? Не знаю, что мы с вами справимся. Чего? А вот он. Чего у меня для тебя нельзя. Все можно. Николя, пойди сюда. Толкнуть. А я решать не буду. Чего обязан счастье? Ну, скажите, лучше блаженство. Что прикажешь? Ничего не прикажу. Хочешь прикататься. Что такое? Не понимаю. Очень просто. Я хочу прокатиться и приглашаю вас с собой. И вы не нашли никого, кроме меня? Кажется, у вас провожатых. Незаконент. Ну, положим, что это мой каприз. Нынче у вас каприз. Прилоскать человека, завтра каприз. Потолкнуть, чуть ли не прогнать его. Так что, видите, а я уважаю себя и желаю себе спокойствие. При всей... Договаривайте, я позволяю. При всей своей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов. Вы не знаете женщин. Их капризами нужно уметь пользоваться. Женщина из-за каприза способна на многое. Я не донжуа. Не все донжуа. Иногда нравятся мечтатели, идеалисты. Говорят, стрельни и зимние. Так хорош. Да, говорят. Вот бы съездить. Что ж, поезжать? Да ведь стрельно все-таки трактир. Одно ехать неприлично. А в бою с молодым мужчиной? Тоже неприлично. Но из двух зол всегда выбирают то, которое приятнее. Посидеть под пазмой. И пообедать можно. Чего вы боитесь? Я вас не задержу. Я вас обратно домой привезу. Я заеду отсюда к вам в чай. Ну, будьте полюбеднее. Пожалуйста. Ах, милый друг мой. Как иногда бывает скучно жить на свете. Ну, вам еще можно жить. А мне вот... Разве вы тоже несчастны? Бедненький. Обяжите от женщины. Да кто же может так утишить, как женщина? Дайте мне вашу руку. А в чем же вы плачете? Ах, мой милый друг. Как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы не знаете. Я очень несчастна. Видно, мне придется вас спешать, а не вам меня. О, нет. Это у меня на одну минуту. Я сейчас опять развителю. Прощайте. Прощайте, ты им говоришь. Наверное, громко, да? Да, ты говоришь громко. Прощайте. Нет, может, вы идти прямо в двери. Угу. Прощайте. Вот смотри, вы направляетесь к двери, и ты у двери останавливаешься, и уже говоришь. Прощайте. 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 Девушки, господи. Что там, матушка? Я твоего сына с собой беру. Да возьмите. Влада вам удовольствие. Чего он дома-то не видал? Мы в парк едем. Разгуляетесь. Неужели на месте сидеть? Еще мысли в голову полезут. А что за охота думать-то? Нам и книги бы сочинять. А думать овред бывает. Ну, идемте. Я готова, я готова. Нет, это потом. Потом, с этим мы потом разберемся. Так, вы уходите, да? Нет, я сужу. А. А ты уже где-то там кричишь, да? Поживей, поживей, мой милый. Угу. Поживей, поживей, мой милый. Это получается, ты за кулисами кричишь. Прощай, душа моя. Жди, мы подключайтесь. С милости прошу. Оля, повернись полубоком к зрителям. Хе-хе-хе. Нет, надо по другим полубоком. С дешевизором вот в той части там. Ну, ты, да, думай. Тут же буквально тут делают небольшое. Милости прошу. Мать говорит, что богатые люди наши сапожки, это давно не ездит. У меня что-то непокойное. У меня что-то непокойное сердце. А ведь мы с тобой старые приятели. И еще вот сколько лет. Лидия Порфирьевна, знаешь что? Выйдем теперь? Я сейчас кучера к Бауру. Нет, нет. И не прости. Как это, сестрица? Странно. Мне теперь вдруг фантазия? Должна ли ты уважить? Тебе это фантазия-то часто приходит. Ты в обделе-то. Завтра нужно нам к Макуле. Выходите вперед, на ван сцену. Да что в обделе? Я на тебя, как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыла. Вот где ты скала. Благодарю, благодарю. Да вот куда занесла меня судьба. Ты добрый человек, ты меня нашла. А другие бросили, бросили на жертву нищете. Телефоны отключаем на репетиции. Почти нет, перебиваюсь кое-чем. А я люблю большие операционные дела. Чтоб было над чем подумать, поработать. А вот на старости лет и дел мне, а бегать стали. Скучно без работы-то. Скучно-то бы ничего. Обвечай, поди голодно. Да-да, и голодно. Зрись, Лидия Парфирина. Обой с моей легкой руки. Уж ты по знакомству постарайся. Что за просьба, я свое дело знаю. Заходи завтра вечерком, не бойся. Заходи завтра вечерком, не бойся. Неволить не буду. Легоньким, попочую. Хорошо, хорошо, зайду. Ну так значит до приятного. Ах, постой, постой, забыла. Подожди немного. Чего еще? Забыла тебе расписку дать. Какие документы от тебя приняла. Вот еще. Не надо. Нельзя. Порядок. Да не надо, чудачка. Верю. Не выпущу без того. Зачем только эти прокламации? Животе и смерти бог волен. Когда... Конечно. Конечно. У меня не пропадут. Я теперь уж осторожнее стала. А разве было что? Было. Вот какой случай был со мной. Когда еще имя мое гремело по Москве. Дел. В документах чужих было. Хоть пруд пруди. Все это в порядке. Что не сказала? В порядке. По шкафам, по коробкам, под номерами. Только по глупости по своей. Доверие прежде к людям имела. Бывало, пошлешь к писарькам. Достань, мол, документ. Ну, нанесет. И выкрал у меня писарек документ. Да и продал его должнику. Вели в документах. Двадцать тысяч. Во. Ну что ж ты? Заплатила. Все заплатила? Все? Как же ты извернулась? Я свои трудовые денежки отдала. Дом продала. Все продала, что можно продать было. Так-то ты в упадок пришла. Да? Пострадала бы на правду. Небось не легко было. Ну уж я про то знаю, каково мне было. Веришь ли ты? Денег нет. Трудовые, горбом нажитые. Гнезда нет. Муж и так все хворал. А тут не перенек. Умер. Доверие решилось. Хотела руки на себя наложить. Что ты? Наша нехрюлята. Хотела руки на себя наложить. Шепота. Хотела руки на себя наложить. Что ты? Наше место свято. Полумная ты что ли? Будешь полоумной. Ведь вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю. Где петлю-то повесить? Ишь ты, бог с тобой. Да заглянула в угол. Кроватка там стоит. Дочка спала. Двух лет была тогда. Думаю, кто же у нее останется, а? Поняла ты? Как не понять? Голова. Кто у ней останется, а? Да так это гляжу на нее, возрелась на этого ангела. С места не могу сойти. А в душе-то у меня точно тепло какое полилось. Все мысли-то супротивные. Точно мириться между себя стали. Затихать, да улегаться по своим местам. И такое-то выходит произволение. Я не понимаю. Правильно-правильно говорила до этого. И такое-то выходит произволение. Слушай, слушай. И с тех пор я так и молюсь на нее, как на мою спасительницу. Ведь уж как бы не она, а у сестра. Да, оно точно бывает. Только сохрани, бог, всякого. Так вот, а почему я начала-то? Да, так вот, с тех пор я осторожна. А запираю на ключ. А ключ у дочери. Все у нее. И деньги у нее, и все у нее. Она святая. Ну, к чему это ты такие слова? Что, что, ты не веришь? Святая, говорю тебе. Она кроткая, сидит, молчит, работает. Кругом нужда. Ведь она самые лучшие годы свои просидела. Молча, наднувшись. И ни одной жалобы. Ведь ей жить хочется. Жить надо. И никогда ни слова о себе. Выработает лишний рубль. Глядишь, матери подарочек, сюрприз. Ведь таких не бывает. Где же они? Замужно. Да и с чем, чудная? С чем? Ну, вот бог даст. Ты мне дела-то на 200 тысяч делаешь? Так уж тогда. Ну ты подожди. Я сейчас тебе расписочку. Ладно. Ставлю. Угу. Уходишь. Дела-то на свете тоже всякие бывают. Все ладно. И всякого свое. И всякий должен о себе. И не пожалеть иного нельзя. А и пожалеть со всякого не приходится. Потому вдруг с тобой самим может грех случиться. Так жалость-то надо для себя поберечь. Строчи, строчи. Нужно поговорить с тобой. Чего? Ты. Как тебя? А ты, сукин, поди сюда. Поближе. Вы блог чтили, более не знаете человека. Ах, извините, благородие. А ты живи без претензии. Сыднее будешь. Поди сюда, денег дам. За что? Так-то здорово живешь. Покорно благодарю. Ах, ты, шорша, вы не нашей державы. Полноться, что вы? А что, милый друг? Это самое стрябшее неспольшивое, если ей документы поверить. Как можно, что вы? Я бы и гравошему отдала. Да здесь писи очень. Надо его сударем звать. Да и дорого. Так ежели ты какой пач заметишь, сейчас забеди ко мне, так и так, мол. Да что вы, будьте уже покойны. Ну поди, строчи. Да и окончу. Только ты, лягче, не везу. Ты много жалований получаешь. Десять рублей в месяц. Что ж, это ничего, хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен. Потому взгляни, птица что ли? Выходит Маргаритова. Маргаритова спит. Да, рак, птица кушает. Что это, прячься, рёк? Что ж, птица рак? Ничего, глуповат. А парень справный. Лук-то я вижу большой руки. За ним гляди, Боба. Ну не болтай, пустово. Доглядывай, советую. Ну, гости посидят-посидят, да и поедут. Встаёшь? Постой, вот было-забыло. У меня дома ещё документ. Это дело особая статья. Я его всеми не мешаю. Уж я его хоть бросить, так в ту шпуру. Да дай ему посоветуюсь. Что с ним делать? Всё-таки жалко. В чём же делать? Этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Вот со всеми бумагами, которые я к тебе привезла. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Этого и жалеть нечего. Что по нём не получи, всё ладно. А то хоть и пропадаю. На кого документ-то? На бабу. Тут давай, если одна Лебёдкина прозывай. Путанная бабёнка. Да у неё есть что-нибудь? Как не быть? Пора смотала. А всё-таки заплатить в силах. Так давай, получим. Получить можно. Коли пугнуть. Чем? Документ выдан за поручительство мужа. И это не больно верили. А поручительство-то фальшиво. Муж-то в параличе был безо всякого движения. Как она документ-то выдала. Так и пугнуть? Оно и следует. Только обстоятельные кучи связываться с бабой, я так понимаю, мораль. Я тебе передам, ты как хочешь от своего имени. А мне, чтоб не путаться. Ну, так ты считаешь, что эти деньги у тебя в кармане. Получи хоть половину. Всё получу. Не пожалеешь, стало быть? Что бы у того жалеть? Бабёнка-то обморала. Чтоб вся бара. Бабёнка-то оборотиста. Не апрелап у тебя на старости лет заговори. Ну вот ещё. Толпуй тут. Вот тебе рука моя. Что через два дня все деньги у тебя. Значит, эту статью из головы вор. Завтра я тебе документы дам. Ну, ты ведь сегодня переговоришь, что-нибудь завтра шут. К завтрему отставим. А теперь, по-моему, коли не пить, так самое время спать. Прощай. Подведите там кто-нибудь. Куда не включать эту сторону? В ту сторону, куда она уходит. В середнюю сторону. Прощай. Окей. Прощай. Прощай.